Привет, друзья! Подписчики мои! Ну что ж, сегодня покажу вам очередной новый топовый кейс для ваших Бэйблэйдов для турнира. А где будет турнир? Да легко, друзья мои! 15 февраля, суббота, Бэйфест в Лофте, Чикаго, Большой Почти, улица 1820, строение 15. Ссылка на группу, всю информацию в описании к этому ролику. Там буду я, там будет закупач в призах, там Токаратоми за три первые места, много всего. Наш партнер-спонсор, магазин Бэйблэйд24, ссылочки будут в описании на всю информацию, бро. Поэтому приходи, я жду им на тебя, а еще ВКонтакте, в группе, там проходит конкурс на 15 мастеров Диаболосов. Прямо сейчас переходи, делай репостик и побеждай. Вот, и что касается чемодана. Вот такие вот чемоданы избишные будут разыгрываться на турнире в викторине, бро. Поэтому я не знаю, почему ты еще не сидишь, не узнал, где это проходит. Самый грандиозный фестиваль Токаратоми на планете. Земля Токаратоми столько в Москве вживую, ты не увидишь нигде и никогда больше их. Даже я столько волчков в Токаратоми не видел. Вот, такая штука будет разыгрываться. А мы сегодня с вами постараемся собрать прикольный кейс. Я подумал, что маленькие кейсы, конечно, круто, но вот такой большой, то, что нужно для настоящего Бэйблэйдера. И сейчас я буду попробовать его собрать из волчков. Во-первых, начнем мы, наверное, с пускалки, потому что пускалка это важно. У меня есть вот такая простая пускалочка, то есть здесь у нее силиконовые ручки. Это у меня красная прозрачная такая вот ручечка. И сделана она очень хорошо. Она лево-правосторонняя, сейчас стоит на правую сторону. Я для себя... У меня еще есть, помимо нее, у меня еще есть вот такая вот металлическая штука. Я для себя решил, что вот такие вот Бэйлогеры, знаешь, там, Джены, усилители баланса. Я отошел от этого. Мне нравится классика. Вот такая классика, поэтому ее я беру точно. У меня есть чемодан, мне подарил его закупочек, которая тоже будет на турнире. Мы сейчас куда его положить, я даже не знаю. Давай вот так вытащим пару штучек. И здесь прям можно так оп. А нет, не получится так. А она не закроется. А она не закроется. Ну ладно. Но, грубо говоря, эту штуку я точно возьму с собой. По волчкам. Я что-то так устал выбирать среди волчков. Я, наверное, возьму все волчки. Во-первых, это будет, конечно же, Одекс. Одекс, прекрасный Бэйблейд, который тащит, рвет просто всех и вся. Шикарный от компании Флайм. Одекс с чипом Джен на драйвере Ultimate Tribute и диском вот этим металлическом от Чозет Валькирии. Бомбическая просто комбинация. Он должен быть у меня в чемодане. Дальше идем. Конечно же, никуда без вот этого парня. Синенький Арчер Геркулес. Да, местами он слабоват. Да, кому-то он проигрывает. Но в целом это реально годная штука, которая, ну, рвет до сих пор. И рвет четвертый, и уверен, будет рвать пятый. Хотя с пятым там посмотрим. Но он тоже будет, конечно же, у меня. Дальше, естественно, левосторонний Фафнир. Мало ли что, мало ли что может приключиться на турнире. Мало ли какой будет соперник. Без левостороннего Фафнира я просто из дома, ну, не выхожу. Ну, камон. Кладем его сюда. Дальше. Так, кого бы еще взять-то, я даже не знаю. Конечно, нужна атака. Естественно, атака это ЧОЗ. Волтроедчик. Без него. Но никуда. Реально. Волтроедчик это просто огонь, топ, пушка, гонка. Так, кстати, я хочу вот эти штуки вставить обратно. А то они лежат. О, все. Сейчас я их вставлю аккуратненько. Опчик. Готово. Да, четыре бойца у меня уже элитных есть. Идем дальше. Дальше пойдут Титаны. Никуда без Кирбеуса. Кирбеуса я обожаю. Вот эти вот у него пружинные механизмы. Просто чума. Берем Кирбеуса. Дальше. Я хочу. Там у меня весь стоп, кстати, был снизу. Где-то он там лежит. Оп. Оп. Так. Ну, конечно, апокалипсис. Апокалипсис тот бэй, который должен быть в коллекции. У меня вот этот избишный крутой. Блин, как же я его люблю. Он прям прикольный. Кладем его. Кстати, он идеально в этот чемодан залазит. Дальше идем. Естественно, вот такой крафтовый Арчер Геркулес. Поломанный, к сожалению. Но я тоже беру его с собой. Дальше. Гроза Мастера Диаболоса, друзья мои. Кто бы мог подумать, но действительно Гроза Мастера Диаболоса это Хевин Пегасис, который просто побеждает на Изи Мастера. Обязательно. Без него никуда. Дальше. Конечно же Феникс. Ну, вот Феникс это такая вещь, которая должна быть в арсенале каждого просто блейдера, если у вас почему-то его еще нет. Любого. Я не говорю именно лилового, именно красного, там Дэд Феникса. Но он должен быть по-любому вообще. Дальше. Оп. Дэд Феникс. Естественно, чтобы можно было крафтить кастами, делать перфект Феникса, супер Феникса. Он должен быть точечный, я вам говорю. Давайте сюда. И дальше идем. Ну, конечно, мой Муси Пусечка. Мастер Диаболосик. Великолепный Бэйблэйд, без которого ничто не обходится. Ни одно мероприятие, которое будет для Бэйфеста эксклюзивно. Тоже вот их окраски в группе по ссылочке постоянно разыгрываем. Вот. Поэтому это круто. Вот. Опчик. Дальше. Ну, только он, то есть, не смотрится. Дальше идем. Конечно же. Лорд Спрайзен. Флэйм без исключения. СБ, конечно, топчик. Но Флэйм... Это, кстати, СБ, между прочим. Но Флэйм поинтереснее. У Флэйма посильнее защелки. И без него, ну, никуда реально не пойдешь. Положим его сюда. Дальше идем. Конечно, регален на электронном драйвере от компании Флэймчик. Великолепный Бэй. Крутейший соперник. Доказывал, что он крутой не раз и не раз. И не два даже. Дальше. Юнион Ахилец. Ну, куда я? Я не могу. Вот у меня здесь два есть. А Флэймы от СБ... Ну, не могу я без него. Да, он слабоватый. Да, он криповый. Да, он не самый сильный. Но должен быть, я считаю, красный у меня в коллекции. И я считаю белый обязательно. Вот этот Юнион офигенный цвет. Так. Дальше. Помимо всего этого, естественно, никуда я не хожу без своего любимчика Форнеуса. Потому что Форнеус это моя хилесовая пята. Я прям, я обожаю этого акулу. Это Фубуки Сумио. Великолепный Блейдер. Ученик Шукурина. И... Ну, это шикарно. Чувак, реально. Вот Фубуки Сумио действительно своим примером, ровно как и я своим, показываем вам и Блейдерам, что надо идти вперед, надо стремиться, надо расти. И это очень классный Бейблейдер. И дальше идем. Дедушка Хэдис, который, кстати, с бишной стал немножко разбираться. У меня теперь такой, кстати, еще есть оригинальный токарочка Томочка. Вот. И его тоже на турниры не взять. Но это глупо просто, реально. Вот. А, конечно, можно было бы набрать просто дисков, драйверов. И тащить верхушки не стоит. Но, камон. Там же даже суть-то турнира не в том, чтобы там, ну, естественно, выиграть приз. Пофоткаться с нами, с закупочем. Да, конечно. Но в целом. Просто потусить с друзьями, проверить сборки, проверить комбинации. Я хочу снять все-таки ролик про ваши комбинации, которые вы мне присылаете. Накопилось их ВКонтакте очень много. У меня есть группа ВКонтакте, где там есть ссылочка. Ну, в общем, группа называется. Там вся информация, все вот ваши эти штуки скидут туда. А так уже получается такая Dream Team. Действительно. Дальше идем. Конечно, никуда без Imperial Dragon. Но вот Flame, наверное, нет. Вот этот Flame у меня. Вот Flame, наверное, нет. Он слабоват. Но SB-шного парня я точно беру с собой. Вот, положим его сюда. Идем дальше. Обязательно. Феникс от компании G5. Это просто великолепный Beyblade с драйвером Atomic. Крутой бей. Мне зашел. Мне дико он нравится. И без G5. Ну, просто некуда даже соваться. Нет смысла. Дальше. Дальше, дальше что? Дальше, наверное, кого бы еще это взять? Даже не надо. Наверное, Джокера так поугарать, знаешь, чисто. Потому что Джокер это такой волчок. Но это когда нужен эффектный взрыв. Берите всегда Джокера. Джокер своей задачей справляется великолепно. Вот. Конечно же, никуда без слэша Валькирии. Я обожаю Вальтриеков. Они слабенькие, они грустненькие. Но в целом-то они крутые. И здесь ничего не поделаешь. Берем его тоже с собой. Дальше. Дальше. Сприган Реквием. Без моего малыша. Это мой талисман Beyblade. Я без него просто не выхожу из дома. Это шикарная штука, которая реально должна быть у каждого. И Сприган Реквием. Неважно откуда он. Хасбро, Токаратоми, СБ, другая какая-то фирма. У меня же много. У меня же есть куча Сприганов. Я фанат. Я их коллекционирую. Поэтому без него никуда. Оп. Так. Еще два места осталось у нас. Два места. Для чего? Ну уж, конечно же. Куда же без Чо Зет Спрайзен? Естественно. Все волчки. Вот сейчас я их смотрю в этом кейсе. Они все разные. По-своему уникальны. И, наверное, это лучшие ребята, которые реально можно взять с собой на мероприятия. Чо Зет Спрайзен? Без него я просто никуда. И последний Bey именно здесь. Это будет Звей Лонгинус. Потому что Звей Лонгинус это огонь. Реально. Это тот Bey, который заслуживает уважения всех блейдеров всего мира. И Звей Лонгинус они сделали очень хорошо. Вы знаете, что у меня красный Лонгинус сломался, к сожалению. Но я пытаюсь его починить. Вот. Но это вот огонь Beyblade. Оп. Положим его сюда. Вот. Собственно. Вот такая у нас получилась история, которая закрывается. Вот такой чемодан Beyblade'ов, которые уже готовы просто пойти в бой прямо сейчас. С таким... О, даже можно... О, можно красивую диорамку так поставить. Смотри, как они красивы. Там все лежат. Музи-пузички. Прям малышечки мои. Очень здорово получилось. Даже, наверное, можно еще, знаешь, что сделать. Чемодан, кстати, тяжеленный. Можно еще, кстати, Балкеш или Восторонний могут сюда положить. Флеер Драгона можно сюда положить. Такт Лоинера можно тоже вот сюда положить. Ну и, конечно, наверное, еще одного, да, места есть. О, Гайсту Фафнер. Конечно. Безюнякуда. Вот. Ну, само собой, пускалка, перчатки должны быть. Отверточка мало ли что. В целом не нужна, но мало ли что. Поэтому как-то так. Мне кажется, я собрал реально годный, достойный чемодан. Конечно, хотелось бы, чтобы у вас у всех были такие чемоданы, потому что, ну, это прям круто. А вот такое у нас сегодня было видео. Увидимся с тобой в Москве в субботу 15-го. В феврале на BayFesty в Чикаго. Вся информация по ссылочке в описании. Грандиозное событие. Такое пропускать, ну, просто, ну, нельзя. На этом сегодня все. Подписывайтесь на канал. С вами был Игорь Негода. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok